так охота съездить спрашивает куда его на первый мостик посмотреть машина щелку с углем вчера прошли не разрушилась там что-то охота так съездить а сергей говорит да какой разговор то повернул да и все вот повернул как раз на первый мостик а вот впереди не видишь какая птица полетела ширина вот это вот нас и 10 метров поверку попробуй насыпать а у них и режет такой круглый как круглая такая и на транспортерную ленту она вдоль идет земля сыпется а вот где корни и как я не знаю как они накорщевывают вот тут я и вырос на полях мужчинцы у природы у бога а евангелие знали поэтому человеческая вот такая вот тюрьма проще как-то далекие были от нас мы не знали этого с утра до вечера на поле снег чуть-чуть протаял уже выгонять и пока полностью не покроет осенним снегом ни одного выходного не было и нам даже нужны не было какие-то выходные никто этого не знал вот он первый мостик что-то непонятно красного не видно не разрушилась да вроде нет там он камни дальше слева лежат вон там на дороге как они почему а здесь не туда здесь нет она на дороге тут нет тут нет ну попробуй проехать ты можешь куда нет кто-то видимо на них наехал на камни да наехал конечно а как они там оказались о нисколько не пошатнулась так пустойка маленько совсем это корова ногами да да это убрать вот она где свалилась она наклонно было коровы ногами наступили никто тут гряда не делал если бы вреда он бы забросил куда дальше все садимся благословен господь сохранивший а тут маленько тоже упала да вот пока я могу это коровы ногами время от времени надо подбирать дно каменистое все написано подправлять можно и можно не подправлять но как это красное все видно виды флага вот гляди видно да похоже на мою фуражку похоже похоже о люблю российский флаг он божественный за всю мировую историю говорит о том что все рождается в крови думать должен на небе помышлять о горнем и ждет великий белый престол это не какая-то там подсолнухи украина или германия такого флага нету его нельзя придумать вот она все века всем религиям всем нациям один флаг такой может быть говорящий о небе поехали поехали что-то уронили вот дома нельзя вытащить все ранили ты ничего еще не совсем понятно спаси христос сереже я убедился что все как надо сделано грузовые машины прошли ни грамма не утонули ничего вот найди где повернусь можно вот здесь вот вправо дать а потом задний ход ну давай давай свободно ну вошел ты меня спаси христос старик вот я выход для меня это очень дорого что дорога свободная как река горная а течет же помаленьку то вон видно даже течет а где течет тут можно пить воду ты смотри с двух сторон то мы как ее выложили ну это корова еще корова от коровы молоко от коровы сливки сметана творог масло сыр я коров люблю по латышски говс говс вот говядина говс говядина а почему называется говядина спрашивали не знаю у них одесса это колбаса латыши говорят там первые были латыши ели колбасу и говорят одесса о колбаса и вот одесса откуда это есть такая большая греческая свадьба он все абсолютно показывал что греки первые а ты один там солдат говорит вы в то время еще по деревьям лазили бананы ели а мы уже науку дали мифы слагали он переводил так вот если там какой-то такое варэпл то что он там просто сказал аппл аппл это яблоко то есть мы дерево вот которое выходит это получается как бы груша вот такие вот фрукты все засмеялись мужик совершенно безвольный над ним командует жена что-то он сказал да Мария, Мария, ну Мария, ну не надо да ты без меня я тебе таких сыновей нарожала а ты Мария, ну я не хотел ну Мария она опять сейчас сказала да ты без меня шнурков не развяжешь Мария, ну не надо ну Мария, ну ты одна такая а она баба крутая и чем-то похожа на Марину вот у нас была такая хорошая, добрая но ей охота еще быть добрее она сказала так как муж, голова, голова а жена шея а шеи до мозгов то нет она никуда не может повернуться шея никуда не может повернуться как раз голова дает указание шеи куда повернуться греческая свадьба они как большой табор цыганский шумливые такие ой там греки смотрят и смеются я говорю, ну похоже похоже я был в Афинах и там собрала Марина вот Васина мама ну и спрашивает одна одна такая женщина видно что много знает вот вы везде ездили вот как греки я говорю, знаете, мне кажется греки самые неверующие они где-то в мифологии греческой живут а в общем-то я говорю, во многих городах не было но Афины Солонь город все Солонники вот это по ним я говорю так по по этим городам служу ну в общем-то да, такие они и есть такой ревности о Боге проявлять какое может быть в первые годы было там вот Тимофея сегодня был смотри машина выходит сейчас он будет подливать этот тебе не надо тебя давай домой на обед давай ты смотри он как его везет ягоду батюшке занесем ягоду занесем батюшке да 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 батюшке ягоды десятину скинуть надо так а барабашул сбегай а барабашул говорят половина барабашул половина батюшки вот там рынка прямо давай где у тебя твой какой твой 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 подожди а то там уже половина а то барабаша иди иди все отдать дай да посудинку возьми это за карен доездили вывали ведра отдай там еще два ведра так я сейчас пойду вывалю Нина Васильевна попалась кадр тихо 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 тих все поехали нам больным еще надо отсыпать у нас много трениров все я закрыл у него не было закрыта ураганова дождь течет когтями тоже отдали на что упадет а куда его делать а заводитую ведро я буду приносила два ведерка отсылал я больным и до вчера тоже был назад привести вот такие вот ведерки такие да я таких не видел отец вынесли мы тут не можете все съездили за корен и ешьте там вот это жизнь такого уровня сопливого тебе нравится чтобы тебя говнюком называли понимаешь нет от ребенок гиперактивный так останови я вижу он говорит невоспитанный говнюк вот что написано называет капроним гнойный там он оправился когда крестили то андрей кураев говорит никакой не гной на капроним говнюк все просто и понявой быстро бежит давай собаки-то набегались и друг друга не трогает уже ролик снять наморник надеть на урагана как он будет гуси будут на него кидаться или нет не вот они за ним я водил у вас на море без на морденька он не бросается я дернул его за поводок но все нормально идет он умница на как густо дурак он бы бросился ураган башку ему ураган нам облегчил путь спали спокойно короткое время мы 4 часа спали в 10 у нас отбой был 2 часа подъем среднем у нас выходила в день 1000 и 30 километров каждый день 1000 это три раза в день съездить в барнаула обратно туда и обратно туда и обратно еще остается но это вы когда на камчатку ездили у вас режим чего ж тут внутри на крыши сколько этих ты гляди сколько поналетела это не только ласточки это береговушки береговушки а вот это ласточка черная а вот серенький береговушка они долога норки долго где находят землю и там долго так посмотри смотрю туда а потом там покажи как они садятся красавица сейчас я вижу да что не разные все ласточки куда подчеркнули Эй! Смотри, ладно! Сидят как-то боком иногда даже крылышкой поднимут Жарко им А-а-а Интересно Такие интересные ласточки О! Истребители Маленькие Вон опять красота их Я Виталия отсчитываю Он ходит Я говорю Ты как в штаны наложил Вот идет, вот Перебирает ногами Ну разве так можно? Ждут его люди, машина стоит Он даже не скорости нет, как шел Он никого не видит Он законченный жуткий эгоист Ты меня с Настей свяжи Я ей займусь Чтоб она тебе сделала какое-то там свисхождение Или... Ты просто петлю на себя наденешь Такие долги, она тебя жмет А ты малодушный ужасно А это что-то Упертый такой стоишь Это только внешне На самом деле ты Тебя раздавить еще не стоит ей Ты видишь, пытаясь А ты блудник И все, поровну Два блудника через веревочку Никто не перетянет Куда ставишь-то? Упадет там Куда лепит Так, готовы? Готовы, слава богу Сейчас будем обидать Дар божий Жизнь вечная